Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! У нас такое предгрозовое состояние, все деревья мотают. Сейчас вот-вот пойдет дождь, потому что все небо в тучах. Да, поднимаются все наши мысли на поверхность. Точно так же, как и у нас с вами в нашей Вселенной поднимается все к нашему рассмотрению. В нашем собственном мире есть, что трансформировать у каждого из нас. Вашему вниманию предлагаю тему «Жизнь на новой земле на одной вибрационной волне». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сейчас мне хочется продолжить тему телепатического общения и рассмотреть его с точки зрения практического применения. Но на этот раз в слово «практический» я вкладываю немного другой непривычный для вас смысл. Поскольку телепатическое общение является прерогативой пятого измерения, то и все связанные с ним понятия несут в себе уже другую нагрузку – однополярную и высоковибрационную. И сегодня мы рассмотрим одну из ее граней. Практическая сторона телепатического общения предусматривает обмен не только мыслями, но и энергиями. Благодаря этому ее свойству вы сможете поддерживать на должном уровне как свои собственные вибрации, так и вибрации того человека, с кем вы общаетесь. Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, давайте рассмотрим это на конкретном примере. Представьте себе вашего близкого человека, которому вы хотите мысленно послать то или иное сообщение. Для того, чтобы оно несло в себе обе составляющие – смысловую и энергетическую, вам нужно оформить это сообщение в некий информационно-энергетический пакет. Именно так передаются, например, мои послания Марти. И я не диктую их дословно, а посылаю ей высоковибрационный сгусток энергии, содержащий ту или иную информацию, которой она уже сама оформляет слова и предложения. Таким образом у нас происходит двухстороннее общение – совместное творчество. Если ей что-то непонятно, я тут же это улавливаю и пытаюсь донести до нее свою мысль немного в другой упрощенной форме. То же самое касается и подбора метафор, а иногда и целых практик. Что-то ложится ей на душу сразу, а что-то по тем или иным причинам вызывает отторжение. Считывая ее мысли, я передаю то, что сразу находит в ней отклик. Так я приспосабливаюсь к ее складу ума, характера, к личному опыту, который помогает ей понять и принять то, что я хочу донести до нее. Без сомнения, другой контактер принял бы передаваемый мною информационно-энергетический пакет по-другому в соответствии с его жизненным опытом, образованием, лингвистическими способностями, душевными качествами. В недалеком будущем и вам, родные мои, предстоит общаться друг с другом подобным образом. И улавливать мысли друг друга вы сможете только в том случае, если будете находиться на одной вибрационной волне, а значит тонко чувствовать своего собеседника, подстраиваясь под него таким образом, чтобы ему было комфортно с вами общаться. Под словом «подстраиваться» я имею в виду чувствование его особенностей восприятия мира. С тем, чтобы вы могли как можно точнее и тоньше донести до него свою мысль, что в свою очередь вернется к вам в таком же бережном варианте, учитывая уже ваши способности. Но поверьте, родные мои, что вы можете начать практиковать такое общение уже сейчас, если сумеете настроиться на информационно-энергетическую волну своего собеседника. «Берите, помощники, свою душу, которая обязательно выведет вас на правильный путь. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «На одной вибрационной волне». Продолжение следует...